Так, ребята, кто с них присылал? Бракованно, он сразу тает, видно его вообще, он сразу тает, давайте нормальный, давайте еще. Друзья, ну что, мой привет, я только пришла домой с работы, и я хочу показать вам свои покупки, и я надеюсь, это моя последняя, последний мой заход в магазин за покупкой джанкфуда, я надеюсь, это моя последняя партия джанкфуда, во всяком случае, я буду надеяться на то, что теперь я буду покупать его с, я не знаю, с очень большой занятости, с охотки, знаете, как всю жизнь вот у подруги сын ест, ест, ест нормальную еду, и тут вдруг такой, мама, купи мне мивину, типа вспомнил студенческие времена, знаете, я очень надеюсь, что у меня будет так же. В общем, показываю. Показываю. Ну, мусорные пакеты, это понятно. Знаете, мне всегда нравились соленые семечки. Юзовский. Если кто-то не в курсе, то раньше Донецк был Юзовкой. Когда-то, давным-давно, когда сюда приехал Джон Юз, и в честь него и назвал Донецк Юзовкой. Вот. У него тут много было шахт, заводов, в общем, тут чудил и мастерил, я так понимаю. Нужно, чтобы более достоверно сказать, нужно перечитать историю все-таки, да, дабы не быть голословной, вот. Но очень важный такой товарищ был, шишка та еще. Все тот же соус, я его не купила, я просто, просто он здесь лежит, просто я его взяла на работу, потом принесла его с работы снова домой, в общем-то как-то так, да. Да, наверное, надо было бы купить два соуса, один домой, один на работу, но мне просто, не знаю, я не могу быстро так вот выбрать, какой мне взять, какой-то мне понравится больше, а брать одинаково и туда, и туда, у меня надоест. Какой-то мне понравится больше, я все равно начну таскать его туда-сюда, короче, уже, и его уже бы как-то бы доесть, мне он совсем не понравился. Взяла бехбон, говядина плюс соус гуляш. Я такой не пробовала, с гуляшом не пробовала, хотя говядину я люблю больше, чем курицу, если говорить о джанк-фуде. Вот, взяла роллтон с говядиной, маленький такой, здесь грамм, грамм 45, 60 грамм, показалось, что 45. Более объемно выглядит другая лапша. И со структурой взяла, а также я взяла вот такую вещь с укропчиком и с чесночком. Такой вот лавашик. Вкусно, наверное, вот. Естественно, весь лаваш я вряд ли съем, поэтому мы немножечко посидим, похрустим с вами и пообсуждаем какие-нибудь легкие, быстрые новости, которые меня немножечко затрагивают. Я уже все поподробнее, наверное. Я просто ничего такого не смотрела, ничем не интересовалась, вот, поэтому не могу ничему сказать так вот. Захрустит сейчас, он хрустящий. Вы знаете, у него внутри, внутри слойчком, и туда прям выдавили чесночком. Вкусно. В общем, скоро я буду воспринимать это как хлеб, и не буду этим питаться, типа, полноценно. Вот, я еще сегодня ничего не ела, кроме лимона. Я съела чай... Съела чай. Я съела чай и лимон. Гениально. Ну, это так и есть. Приехав на работу, я даже не успела чайку попить. Сразу включилась в рабочий процесс. Сначала начали стрижки в кабинете, потом я убежала в отделение. У меня вернулась в кабинет. В общем, жесть. Потом приходил заместитель главного врача по медчасти. Вот. Говорит, ты когда... Аля, Улю, когда увольняешься? Я говорю, такого-то числа. Он говорит, хорошо, типа, говорит, зайду на следующей неделе подстричься. Очень классный мужик. Обожаю его стричь. Обожаю беседовать с ним во время стрижки. По традиции, он, как всегда, пожилой джентльмен, который рассказывает мне о своей молодости. Невероятная история. Как учился. Свое студенчество. Папа предпринял попытки со мной общаться, но... Самое стройное в этой ситуации то, что он думает, походу, что я с ним не общалась, потому что он со мной не общался. Раз он меня простил, общается теперь со мной, то я, типа, должна с ним общаться. Чего? Я-то не простила. А мне никто не просил об обращении. Ну, много раз ругались и много раз снова начинали общаться, но... После такого я не хочу общаться. Пока что точно. Делать вид, что снова все нормально, просто так. Я по стом месте, я не буду. Весь день шел снег. Снег с дождем. Мокрый снег. А сейчас просто очень сильный ветер, никакого снега все растаяло. У меня лопнули ухи. А я думаю, что она такая вот как-то раз, и вот посередине нога как будто мокрая, мокреет. Думаю, может, меня глючит, может, на нервной почве, как всегда. А тут я такая с утра смотрю. Оба-на-на, у меня подошва лопнула почти посередине, ближе к пальцам. Твою мать. Я, конечно, знала, что они не вечные. Я в ближайшем будущем не собирала до себя вот так вот так скоро покупать обувь. Понимаете? в чем, как бы, вся суть, вся соль, вот. Вот так вот. Ко мне сегодня, вчера, подошел ребенок и попросил, можно сказать, прям алкоголь. Ну, прям алкоголь. в общем, жесть. Пришлось рассказывать. Провела целую 40-минутную лекцию с кучей вопросов. Я сказала ему, зачем его взрослым? Когда? Потому что алкоголь обостряет чувство, что взрослый, который буйный по своей натуре, человек будет веселым, а потом станет еще более буйным, что который грустный, человек будет веселый, а потом еще больше загрузится, да? О том, что алкоголь превращает человека в свинью часто, вот, да, в животное, что может нарушиться вестибулярный аппарат, и человек просто не сможет ходить, если очень много перепьет, что он может описаться, обкакаться, и его может стошнить, как бы, как объяснить ребенку маленькому. Вот. В общем-то, моя мысль была цель не спугнуть, потому что мы не являемся непившими с мужем. Ну, по праздникам мы иногда, если очень хочется, вдруг там, да? сейчас там пивка хорошего с рыбкой захотелось. Он у меня спрашивал, какие мы под алкоголем. Не являемся ли мы буйными? Я сказала, нет. Спросил, как часто мы пьем и так далее. У него потом спросила, типа он так, что алкоголь это плохо? Он говорит, нет. Я говорю, мы алкоголики с папой, он говорит, нет. Я говорю, все. Я как бы стараюсь вызывать у ребенка на какие-то такие вещи нейтральное мнение, чтобы он потом подруг со самого сложил. Я у кого чем-то плохим не считаю по той причине, что во всем нужна мера. Нужна мера в еде, нужна мера в алкоголе, а нужно во всем. Так как любое лекарство станет ядом, если с ним переборщить. Но ребенку 6 лет он ни разу не видел, чтобы мы пили в любом случае. времени вообще нет в обрез. Но начала смотреть историю любви печальным как повести Ромео и Джульетте. раночки. Я скину ссылку, может кому-то будет интересно посмотреть. Вот. Мне интересно. Там две части видео. Одна, по-моему, минут 15, вторая плюс-минус полтора часа. Вот я уже второе видео пошла смотреть на работе. Сегодня, дас Бог, досмотрю вторую часть. Говорила, нет, не помню. На крещение 19-го. Или какое часом мы там вышли на работу. Короче, пришел батюшка и как облил меня водой, как окатил. Я 11 лет этого, по-моему, не испытывала. Стало мне так, как я сама покрестилась. У меня так не обливали водой. Нураж, такой свинька со своего. Может, я атеистка или католичка. Ну, пофиг. Рассоблил. У меня, на самом деле, очень много украшений, но, тем не менее. Главное, найти нужное. не видно? Вот, 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 кулончик, вот он. Дева Мария там. Католическая. Я уже многим рассказывала, откуда у меня взялась Дева Мария. Являюсь ли я католичкой? Кому очень интересно. Я обязательно расскажу эту историю снова на канале, вот, полную. полную. Те украшения, они просто, я их никогда, ну, теперь черт и шо. Ладно, потом поправлю. Те украшения я просто никогда не снимаю, а ножнички и кулончик добавила, ну, просто поносить, походить. Вот. Сейчас еще ребенок интересуется очень откуда берутся дети. Тут главное тоже теперь прочитать, это как-то. Как-то в статье в какой-то, не знаю, книга даже остык пиздец, Феда, откуда берутся дети. Надо этот вопрос узнать. как об этом рассказать ребенку. Вот. Ну, и таки рассказать ему об этом. Вот. О, все. Теперь у меня раз, два, все, до украшения. Начала рассказать такую вещь. в одном из видео Инна Судакова я увидела, что она носит шубу. Шуба, к слову, неплохая, мне понравилось. Уже где-нибудь что-то такое особенное. Тут такой хлястик, бляшечка такая, с камушками. Шубка, как шубка, неплохая. Неплохая, объективно, да? Вот. Я же уже говорила, что я прекрасно могу смотреть на вещи, как бы, и критиковать, если мне не нравится, и похвалить, если мне нравится. И в одном человеке не бывает такого, чтобы не нравилось прямо все. есть вещи, которые нравятся. Пусть это даже какие-то мизеры. Вот. И она одевает под эту шубу обычную шапку. Ну, пидорку обычную шапку. Вот эту. Не знаю, как у вас они называются, у нас такие шапки пидорками называются. Я сейчас не хочу никого оскорбить, они реально так и называются у нас. И понесли в комментарии, в духе. Вот. Тебе эта шапка сюда не идет, она все простит. Тебе нужна меховая шапка. Что, серьезно? Под меховую шубку надо, шубу надо одеть меховую шапку? И тут я увидела эту. Женщин в автобусе, которые думают так же. Вот тут эта вот шуба, да, с учетом нашей погоды еще, мы-то не на севере живем. Эта шуба мокрая. И вот тут вот такой вот чурбан меховой, шапка. Или все та же пидорка, а вот тут на голове сверху какой-то вот так кокон. Знаете, меховой такой кокон, как кукушка выглядела, как кукушки на гнездом. И он так еще развивается, этот кокон. Боже, это вот это оно, это вот это, по их мнению, нужно было и не одеть под шубу. Это омерзительно. Меховая шуба, меховая шапка. Есть дамы, у которых еще и меховая сумка со всем этим. У меня была меховая сумка, она была из розового искусственного меха, крашенного, вот она, синего. Цвета была внизу, а так такая ярко-малиновая. на один сезон потаскать и выкинуть. Было очень прикольно. Ну вот. в общем, ребята не одобряют, это как-то, это знаете, одевать все, все там, я не знаю, ультра-рет, да, или там, ультра, ультра-блэк еще ладно, как-то я нормально к этому еще отношусь. Когда все красное, допустим, или все белое, все розовое, не знаю, мне так не нравится. И, короче, то же самое, вот шапка меховая, шуба меховая. Ерунда какая-то. Вот, я решил снова худеть, который вас. Видите, вот у него такая ошибка, он сидит дома целый день, он ищет эти свои новости, он их снимает, он тут все монтирует, выкладывает, есть всякое говно с доставки. Тогда надо говно с доставки есть раз в день и скудно, чтобы не толстеть и хоть немного двигаться. Ни за что не поверю, что у Антона, даже если он 8-12 часов занимается своими видосами в день, я в жизни не поверю, что у него нет времени хотя бы на пробежку часовую. Хотя бы походить спортивной ходьбой. Не верю. Не верю. Вот. тимбарат, когда у него сестры, знаете, там вот эти вверх-вниз, вот эти дороги. Я помню, как она его водила. Благодать для худеющих. Не на машинке ехать, а пешком. Сестра девах оформят спортивная, худенькая. Лёха, на подъем. Ну, он чего отстает? Давай тоже. Дальше. Ещё не весна. Ребёнок плачет, что весну не хочет. У нас просто не снега. Ещё не весна. Ребёнок весну не хочет. У нас толком зимы не было. Снега толком не было. Вот. Два дня по сантиметру выпало, и всё. Так бывает, мокрый снег выпадает, который сразу тает, пока оденешься уже там ничего нет. Блин, крошка была на руке. Теперь она в волосах. Твою мать. Я даже не заметила, где тут у меня эта крошка. Капец. Всё, теперь в волосах хлеб вообще. Вот. Ребёнок хочет, хочет снег, хочет зиму, хочет играть. Ну, правда, он ещё, хотя я ему рассказывала, что там, куда мы едем, снег есть. А если нет, мы найдём, мы поедем туда, где будет снег. Потому что, в отличие от некоторых, мы с Володей очень лёгкий наподъём товарищей. Значит, по поводу Антона, да? Опять худеть. Ну, у меня была такая ошибка в 15 лет. Когда было лето, мне не с кем выйти на улицу. Я сидела у компа. Это было 18... *** *** 18 лет тому назад. Да? Нет. 13. Да? Да. Да-да-да. Это было 13 лет тому назад. Загнуло 18. Это мне должно было бы быть, как баба Алёня. И до этого доживём возраста. Короче. Когда мне было 15 лет, я, получается, сидела целыми днями в чатах, во всяких разных, и общалась там с ребятами. что я делала, пока сидела в этих чатах. Я жрала. Вместо того, чтобы жрать какие-то... Тогда у нас было много денег в семье. Вот. И мы, короче, ездили в метро и закупали по 4 тележки огромные, покупок. Только закупать надо было. Не чипсы, сладости и так далее, а фрукты, например, овощи. Что-то полезное. Малой там что? Рвается с папой? С дедом, с сыном? Короче. Короче. Я сидела и жрала упаковками печенье. Я могла вот этот ящик печенья сожрать весь, пока сидела за компом. Шлифануть упаковкой чипсов Принглс, вот. А потом сидеть или дышать с огромным пузом, понимаете? Это кошмар. что подросток гормон жирает охота нехер делать. Вот. Я жрала отступки. Пойду, знав, что случилось. все, друзья мои, я решила вопрос с малым. Ой, что он там плакал, кричал, ругался. Вот. Прошло уже часа два, наверное, с начала того, как я начала снимать видео. Вот. Поэтому буду я наводить порядок. Могу тут машинки постаскиваю, мы с ним играли, я даже пальто еще не повесила, вот там кубки мои. Вот. Сидели с ним всем, келускали, общались, вот. У меня всякое, всякое рассказывал, вот. Строили планы, делились всяким разным. В общем, я ужасно устала, голова так болит, капец. Мне надоело, значит, что я устала, хочу выспаться наконец-то. Вот. Поэтому, короче, короче, дело к ночи. Буду я, буду я. Буду я переодеваться, буду я принимать душ. Я устала. по поводу Антона, да, я говорила там, кажется. Короче, чувак опять худеет, чувак опять худеет, и в свое время я даже худела с Антоном вместе. Вот. Меня так поражали и впечатляли его результаты в одно из его похудений, и он снимал ежедневные влоги, или там через день вот по своему похудению, рассказывал о результатах, как и что он делает, вот. А потом он резко это забросил, и, ну, я-то нет. Я такая думаю, блин, зачем ты это забросил? Вот. Мне так обидно даже стало, им так нравились эти влоги о его похудении. Вот. Ну что, желаю Антону удачи. Желаю Антону удачи, надеюсь, он все-таки сможет дойти до цели, вот, и похудеть. А я рассказывала о том, что я жрала, а вместо того, чтобы купить там фрукты какие-то, знаете, овощи, у меня родители накупили там твиксы, сникерсы, принглс, чипсы, сухарики всякие разные, батончики, там пирожники всякие сладкие, вот, в больших коробках печенья. Я же говорю, я сидела, эти чипсы, трескала, это печенье в коробках, вот. Я вот так могла такую коробку затрескать практически полностью, не считая там то, что покрошилась вот эта вся труха, да, если вот это не считать. Обычно до этого момента в меня уже не влезало ничего, вот, и это все уже доедал папа, вот. И, в общем-то, я сидела с этим коробком перо печенья и сжирала это все, могла еще потом шлифануть принглс, вот. Иногда, ну, за раз прям вся коробка не влезала, но в несколько подходов запросто, раз в четыре, вот, если брать им на большую пачку. Поэтому, как-то так, и я занималась обжорством от скуки. И это было ужасно. Я сидела за компьютером в чатах, мне было лет 15, я общалась с людьми, фанатела от группы Tokyo Hotel, Nevada Tan, слушала их музыку, и сидела в чатах и жрала. Жрала, жрала и жрала. Вот. Этот же период мне купили первый мой тренажер, велотренажер, вот. Потом появилась лавка для пресса, гантели, появился обруч для талии, да, хула-хуп. И много-много другое, вот. Но дело в том, что нужно же не только жрать, а потом заниматься спортом. Нужно, блин, еще соблюдать какую-то диету, и диета не от... Даже если не для похудения, а для здорового образа жизни. Правильное питание, правильная система какая-то питания должна была быть, вот, а не запихивать в себя все подряд. Я же запихивала в себя буквально все подряд, вот, все эти... Весь этот джанк-фуд в огромных количествах, непомерных. Вот. У меня такое ощущение, что была единственная радость жизни набивать свое брюшко. И я прям от этого кайфовала. И я сейчас понимаю, что это реально ужасно. Реально ужасно, ни к чему хорошему это не приводит. Это... Это ужасно. Вот. Я поправилась, я... Я не думаю, что это хорошо сказалось на моем здоровье, вот. Даже несмотря на то, что я уже 350 раз похудела с того момента, но... Я не думаю, что это проходит бесследно для организма. Любые вот такие вот изменения, вот такое отношение, как помойки к своему организму, ни к чему хорошему не приводит, и я могу это признать. Вот. Но я тогда была 15-летним подростком, я заблуждалась, я не знала, что я могу так толстеть. Я думала, что... Я тогда не сталкивалась с толстением, скажем так, на тот момент. Я была в огромном шоке, что можно так поправляться, и можно поправляться еще и еще. Я реально была в шоке. Я реально была в шоке с того, что можно залезть в джинсы, а потом, просидев две недели дома, уже не влезть в них через две недели. В общем, я была в ужасе с вот этих метаморфоз моего организма, и я... Я не знаю. Зачем я все это делала? Зачем я объедалась? И глядя сейчас на это, на все, я понимаю, что... Что у некоторых блогеров, мукбангеров, вот, есть такая фишечка, они объедаются, прикрывая это тем, что у них якобы мукбанг. Ни к чему хорошему не приведет жизнь, когда еда является главным удовольствием. Ни к чему хорошему не приведет жизнь, когда ты живешь для того, чтобы есть, а не ешь для того, чтобы жить. И на этой ноте я хочу закончить сегодняшнее видео и пожелать вам всем удачи. Сегодня среда, завтра четверг, я капитан очевидности. Все. Я сошла с ума, я сошла с ума. У меня голова, на самом деле, очень болит. У меня разболелась страшная голова, и... я хочу спать. На самом деле, я просто хочу спать. Я устала. Я устала. По мне это видно. Синяки под глазами. Я хочу спать, друзья мои. У меня голова начала здесь где-то в затылочной зоне болеть. Я потому и тут что-то там массирую, колупаю. Головные боли у меня доконают. Это человек, страдающий головными болями и... И нет, это не гипертония. Девушка в комментариях написала, что это гипертония. Нет. Нет, у меня это не гипертония. Я знаю, что с моей головой и почему она болит. Я все знаю. Все, пока. К слову, у моих родственников гипертония, вот, и поэтому у них болит голова. Но у них очень, по моему мнению, я тут не хочу быть голословной, вот, они просто едят много сладкого и соленого, вот. И мне кажется, что причина в том, что они из этого отекают. И когда ты отекаешь, по крайней мере, у меня так. И если я отекаю сильно, естественно, у меня поднимается давление, тяжело дышать, и главная боль начинается, вот. Вот это, мне кажется, одна из причин отеков многих людей. Вот. А по поводу сердца я проходила полное обследование, делала УЗИ и так далее, и тому подобное. Все нормально. Сердце у меня все нормально, хотя подозревали, конечно же, наследственную гипертонию, но у меня наоборот понижено давление. Причина головных болей заключается на данный момент в том, что я сплю очень-очень-очень мало. Я просто невероятно мало сплю, и у меня нельзя открыть на проветривание в комнате ничего. Мне воздуха свежего не хватает. И нос. Я делала операцию, вот, дабы у меня нормально дышал нос, и прекратились головные боли. чтобы выяснить, что было с моей головой, почему у меня были головные боли, я даже делала МРТ головного мозга, я думала, у меня рак, я чего только не думала уже. Оказалось, что проблемы с носом, мне сделали операцию, и все, все в порядке. Проблема с носом звучит интересно, да. Вот, в данный момент у меня аллергия, вот, и из-за аллергии у меня сильно отекает, опухает лицо, у меня есть цыпь на лице, это не сильно видно на камере, вот, у меня есть цыпь на лице, и у меня нос не дышит очень-очень часто, и когда у меня очень-очень часто не дышит нос, у меня тоже болит голова. А когда это все вместе, когда у тебя регулярно не дышит нос, не всегда я могу взять его и закапать. Иногда приходится терпеть. Пока терплю, начинает голова болеть. Плюс недосыпание. А гипертония у меня нет. У меня давление, наоборот, пониженное. Неповышенное. К слову, до рождения ребёнка у меня было всегда повышенное давление. Всегда. Я настолько часто страдала, как только родился малой, у меня давление либо в норме, либо слегка понижено. Но бывают такие моменты, что оно конкретно пониженное. В принципе, кофеёк или энергетик на какое-то время решали мне в своё время эту проблему. Естественно, проблему нужно было решать у врача, а не таким образом. Просто мне надо по бырику было. Ясно, так сказать, пока к врачу не обратилась. А вообще, такие проблемы нужно решать у врача. Я к врачу обратилась. И она мне выписала препараты, которыми я смогу поднимать себе давление. Я даже не знала, что такие бывают. Потому что наше взрослое поколение вдруг уверено, что кофеёк или винишко мне поднимут давление, и всё будет замечательно. Но как бы нет. Как бы нет. У меня там целый список того, что могло бы приподнять или подержать мне моё давление. Вот так вот. Никому ничего не скажу. Обращайтесь к врачу. Я сейчас не шучу. Проблемы могут быть очень-очень-очень разные. Как головных болей, так и проблем с... Как она называется, господи? С анемией, да? Этот... Гемоглобин пониженный, да? Вот. Вы знаете, очень долгое время моя бывшая начальница лечила свою дочь от анемии. И говорила, Боже, какой больной ребёнок. Говорит, у меня дочка умирает. Я говорю, чего она умирает? Она говорит, да вот, у неё анемия, всё такое. Короче, у неё был просто гемоглобин понижен. И... Всё это было из-за очень скудного питания. Короче, девочка себя моделью возомнила и очень-очень скудно кушала. Она была пипец худая. Худая и страшно бледная. И постоянно в каком-то полуобморочном состоянии. Девчонке 12 лет на тот момент было. То есть, ну, скажем так, период полового созревания. Ну, вот. И... Дело в том, что... Я говорю, может быть, ей просто кушать больше и правильнее. Вы знаете, когда её мама перестала таскать по врачам и стала её кормить побольше и более... Ну, как правильно... Ну, дело же не только в том, чтобы просто больше жрать. Больше жрать можно и говна всякого. А в том, чтобы ещё и правильно кормить растущий организм. Вот. И как только она пришла к моему совету и стала кормить ребёнка правильно и больше. И как только девочка сдалась со своими диетическими устоями, ребёнок... Прям и румянец появился на щёчках. И активнее гораздо стало, жизнерадостнее. Вы знаете, все её проблемы исчезли со здоровьем, связанные с гемоглобинами, анемиями и прочим, прочим, прочим. Вот так. Они потом проходили обследование у врача, в итоге девочка здорова, всё у неё нормально, все проблемы решены. А залечивали ребёнка всякими лекарствами, тем всем. Залечивать ребёнка, который ничего не ест, толком лекарствами, ну тоже. Вы знаете, как меня долечили до 36 килограмм в своё время. Вес как-то надо было поднимать, блин. А он не поднимается. Я, короче, плюнула на эту врачиху. Думаю, ну тебя в жопу. Вот. Потому что надоело, когда ты доверяешь человеку, а в итоге тебе хуже, 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 хуже. И в отчаянии ты не знаешь, что уже делать. Кто виноват? Вот. Я, конечно, была виновата. Но, тем не менее, я рассчитывала, что врач мне поможет. синячуя мои под глазами. На самом деле, они сопровождают меня всю мою жизнь. И почему у меня синяки под глазами, я тоже знаю. И тут без врача не обошлось. И тут я знаю, почему. Я все знаю о своем здоровье. Я работаю в больнице. Я ни с какой проблемой, связанной со здоровьем, не занимаюсь самолечением. Я всегда иду к врачу и всегда узнаю причину у врача. Регулярно прохожу медосмотр, сдаю кровь и знаю, что с моим организмом и на каком этапе находится мое здоровье. Я все решаю у врача. Не занимаюсь самолечением и вам не советую. Все, мои хорошие. Целую, люблю, бывает. А моя среда закончилась. Завтра в четверг два рабочих дня маникюр и спать. В субботу на воскресенье спать. Свой единственный выходной. Все. Погнала. Удачки. Ну, все. Все, 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 все. Моя комментаторша победила. Она мне дала, моя зрительница, да, она мне дала информацию гораздо больше, чем я знала, чем я слышала, работая в больнице. По поводу лишнего веса. По поводу артериального давления при лишнем весе. По поводу головных болей. по поводу пониженного гемоглобина. Мифы по поводу этого, что нужно делать на самом деле. Какие есть риски и так далее и тому подобное. Короче, спасибо большое. Я реально столько информации даже работаю в больнице от врачей не слышала. Это реально очень интересно. И, ну, прям реально очень клево узнавать что-то новое от зрителей. и как бы это так сказать. Ну, в общем, мне понравилось получить новую информацию сегодня. Это классно. Я всегда открыта для новой информации, для новых знаний. И мне реально было приятно узнать. Столько нового сегодня. Я в огромном шоке. спасибо еще раз. Спасибо большое. Вот. Я просто, ну, да, я голову помыла, вот, спряталась в полотенка. Просто, ну, я не могла не прийти и не сказать об этом. Это же такая важная информация. Я реально не могла не прийти и сказать. сижу всем всем киплю и уже полный стакан лошпоек. Мне немножко подмогли. Вот. Ладно. Надо отдыхать. Пол первого я еще пойду. Пойду положу часок. Еще пойду в душ сейчас схожу. Я так побырику голову помыла, чтобы мылому потом в ванную уступить, чтобы пока сделать маску для лица. Вот. Такой макияжик смыть. А сейчас обратно в ванную. Просто ему надо раньше ложиться спать, чем мне. По факту мне бы хорошо ложиться раньше, чем он. Потому что он встает позже, а мне на работу рано вставать. Но как бы так все равно не получается и мне его жалко. Все равно он идет раньше в ванную. А я сейчас буду мучиться. Мучиться. Пойду попью что-нибудь. Что-нибудь попьем. Чаек, кофеек, не знаю. И пойду ка я мыться дальше подушек постирать мне еще надо. Короче, ну блин, делов у меня валом еще. Такое себе. У нас вроде как опять снег начался, но это я в окно не смотрела, мне особо там видно ничего не будет. Пришло просто уведомление в телефон по поводу по поводу этого, господи, по поводу снега. Так что завтра посмотрим, что там из этого вышло. Еще хотел сказать по поводу. Друзья мои, я же сказала, я не принимаю звонки на Теле 2. Я не принимаю смс, ничего я не принимаю. Голосовые сообщения я тоже не принимаю, я его не буду слушать. Можете не слать. Знаете, это последний шанс, последняя попытка. Дай-ка хотя бы голосовое пришлю. Я тоже голосовые не слушаю. Можно не слать. Все, пока-пока. Уже четверг начался как полчаса.